Вопрос газового момента, вопрос Китая. Конечно же, когда против нас немножечко так восстал Евросоюз и в частности Соединенные Штаты, но действительно у них есть цель ослабить Евросоюз, ослабить нас по продаже газа. Все-таки мы сырьевая страна, поэтому им интересно продавать свой сланцевый газ, им нужно, чтобы продукция в Европе стала дороже, неконкурентоспособной. То есть, в принципе, Америка хочет, чтобы Европа и Россия стали много слабше и так далее. Наши веяния, наши взоры на Китай, я считаю, достаточно сложными. Во-первых, нужно выстроить этот поток туда, в Китай. А во-вторых, я считаю, что Китай – это большая угроза для России, потому что Китай уже захватил, насколько я знаю, уже практически весь Казахстан, Киргизстан. Китай – это уже в Вадивосток. Я сам в восточной внешности, но тем не менее, я считаю, что экспансия Китая уже не знает границ. Поэтому у нас может быть от некоторой безвысходности. Я считаю, что нужно продавать газ, но не пускать Китай во все сферы, начиная от сельского хозяйства, заканчивая женитьбы на наших русских, рязанских, брянских девушках. Нельзя, потому что вы не успеете глянуться, как через 15-20 лет это будет великая китайская мега-империя. Поэтому я считаю, что все-таки нужно ставить преграды некоторые. Да, газ хорошо продавать, но я считаю, что лучше сломать Болгарию и Сербию, и все-таки проложить Южный поток, и торговать во вход Украины. И все-таки наладить общий язык с Евросоюзом, а Соединенные Штаты, пусть там Барак Обама набирает себе очки перед следующими выборами. Кияп, кияп с Китаем не дружу.